приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поделимся с вами актуальной информацией на 5 ноября благодаря этой информации вы сможете знать и понимать как вам нужно планировать свою работу в свои задачи цели именно на 5 ноября поэтому именно уделим в этом видео внимание народным приметам что можно делать в этот день что нельзя в этот дело день также по проведем с вами практику на привлечение изобилия достатка и благополучия напоминаем всем что у нас 5 ноября в 00 часов 15 минут по москве новолуние в знаке зодиака скорпиона а это у нас с вами денежный знак трудоспособный знак зодиака ну и конечно же уделим внимание лунному календарю поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца будет много полезной важной и интересной информации ну и как всегда сначала мы с вами начинаем с народного календаря и так 5 ноября у нас с вами день якого или по-другому назывался этот день гужники а вот в храмах в этот день вспоминают одного из семидесяти апостолов иакова младшего он считался двоюродным братом сына божьего даже существовал одна версия что он был сыном иосифа но только был рожден до обручения с марией в народе в этот день 5 ноября отмечают гужники поскольку аполь апостол покровительствовал мужчинам которые чинили лошадиную сбрую а также изготавливающим гуж наивожен ней шую часть упряжи 5 ноября в народе традиционно устраивались пчелиные игрища все ели мед и старались жужжать как пчелы по народным приметам кто сделает это лучше всех у того летом пчелы будут роиться а значит он соберет много меда также мужчины в этот день не только занимались починкой лошадиной сбруи но и плотничали столярили изготавливали валенки женщины же украшали их разными орнаментами так как ми именно в этот день обычно валялась пара обуви которую надевали только на празднике незамужние девушки день и якова подглядывали в избы холостых парней чтобы узнать чем они занимаются если работает стоит нему значит присмотреться он будет работящим супругом а если же дремлет на печке значит лентяй его лучше обходить стороной крестьяне 5 ноября шли в лес за дровами чтобы вместе с ними принести в дом тепло и уют считалось что птичье пепенье в этот осенний день может успокоить землю поэтому сегодня на полях разбрасывали остатки пирогов приготовленных на вчерашний праздник осеннюю казанскую таким образом привлекали пернатых народе даже бытовало поверье что земля их послушает и на следующий год порадует хорошим урожаем девушки которые желали поскорее выйти замуж должны были 5 ноября встать с позаранку и взяться за изготовление праздничных вожий для будущего свадебного поезда если они были готовы то уже вечером их можно было и подарить жениху а вот по народным приметам если девушка не успела сделать их то в этом году замуж она не выйдет но торопиться тоже было нельзя поскольку плохо сделанная работа указывала что девушка не мастерица а значит парень может и отказать такой неумехи вечером 5 ноября как правило проводились семейные посиделки во время которых пили пиво с медом ели пироги с капустой блины с вареньем и повидлом после же женщины удалялись в другую комнату и проводили различные обряды ритуала читали определенные слова а люди рожденные 5 ноября ноября считаю что люди разносторонние развитые коммуникабельные судьба им уготована сложная но они многого добьются благодаря своему терпению и дружелюбию поэтому талисман людей рожденных 5 ноября хризопал этот камень символизирует роскошь и богатство но в также сегодня в день якого 5 ноября были и определенные запреты которые наши предки старались соблюдать итак сегодня натощак нельзя было пить обычную воду иначе жизнь в будущем будет серой без праздников и веселья без удовольствий и радостей тот же кто 5 ноября с позаранку съест ложку меда и запьет ее тремя глотками святой воды будет счастливым весь год одинокий встретит свою любовь а у человека семейного появится гармония в отношениях со второй половинкой и родственниками а трудяга и карьерист сможет достичь больших профессиональных высот кстати чем больше в день якого съесть меда тем крепче будет здоровье ни одна лихорадка не сможет подобраться близко да и другие болячки не смогут навредить человеку который съел мед девушкам 5 ноября нельзя отказываться если угощают медом ведь от количества съеденного меда зависит сколько парней в будущем обратить на нее внимание также запрещено в день якого давать взаймы даже близким стоит отказать считается что отданная 5 ноября никогда не вернется к хозяину кстати деньги не принесут пользу и взявшему их скорее наоборот он потеряет даже то что было ранее накоплено а вот если есть долги так 5 ноября их обязательно нужно отдать иначе по народным приметам еще год с ними не рассчитаешься также нельзя обращаю ваше внимание в день якого выступать поручителем особенно если этот человек не является для вас самым близким другом родственникам или хорошим знакомым желание помочь может испортить репутацию и привести к печальным последствиям именно финансового характера и сегодня 5 ноября в день якого с помощью меда вы можете привлечь деньги в свою жизнь и так что нам понадобится нам понадобятся металлические монетки и конечно же нам понадобится мед и так насыпьте металлические деньги в какую-нибудь посуду обмажьте дальше руки медом и перемешивайте монеты со следующими словами как мухи на мед так деньги ко мне как все к меду липнет так бы деньги к моим рукам липли аминь после этого монеты можно от рук отлепить и руки помыть а всю мелочь которую вы использовали при проведении этого ритуала соберите в мешочек и уберите мыть их не надо вот как есть меди пусть в мешочке в вашем эти монетки и лежат мешочек спрячьте в укромное место чтобы ни у кого к ним к нему не было доступа и приготовьтесь пересчитывать деньги потому что в скорейшем самом ближайшем будущем денег у вас будет предостаточно будет много итак друзья лунный календарь на 5 ноября 2021 года обращаем ваше внимание что сегодня у нас с вами 29 1 и 2 лунный день новолуния 0 часов 15 минут и луноволуние у нас всех ожидает в знаке зодиака скорпион вы знаете с одной стороны сегодня наверное самый опасный и сложный день потому что в это время наступают дни гекаты такие черные безлунные ночи то же время наступает и новолуние и луна еще не просматривается у нас на небосводе поэтому сегодня мы с вами близко расположенных такой вот точки как новолуние то же время наступила новолуние но еще не началась еще луна растущая поэтому энергетика этого дня достаточно тяжелая она нестабильная поэтому важно каждому научиться управлять именно этой энергетикой вы можете почувствовать как вас поднимаются и темные стороны вашей личности и светлые поэтому будет очень трудно сегодня управлять собственными эмоциями переживаниями поэтому в этот день будьте готовы что могут быть ссоры и конфликты какие-то скандалы и люди как правило не смогут заценить ситуацию правильно в результате чего знаете человек будет блуждать в мире обманов и собственных эмоций но начиная со второй половины дня энергетика начнет себя потихонечку проявлять и соответственно мы начнем справляться уже с черными с мыслями со своими эмоциями нам будет намного проще но мы с вами да и даже после 12 часов дня мы с вами не теряем бдительности вы сможете удержать это равновесие между своими положительными и отрицательными качественными качествами но будьте пожалуйста начеку контролируйте каждую свою эмоцию каждое свое слово и тем более свои поступки внимательно относитесь ко всему что происходит вокруг вас не давайте провоцировать себя и увлекать в сомнительные мероприятия оставайтесь предельно спокойными в любой ситуации только это сможет спасти вас от каких-либо опрометчивых решений в любом случае поста и будет постоянное напряжение и вы знаете уже 5 ноября вечера вы можете в какой-то степени по энергетике почувствовать себя разбитыми и уставшими конечно же луна у нас новолуние она в знаке зодиака скорпион и это дает нам возможность находить правильный путь научиться нужно отвечать как за других так и за себя самого поэтому избавляйтесь сегодня от любых стрессовых ситуаций берите на себя ответственность такое время благоприятно например для налоговых служб для полиции для того чтобы объединяться с фирмами и людьми луна в знаке зодиака скорпион помогает наложить печать страсти на все что у людей имеется в планах и мыслях также в этот день будет повышен интерес к различным таинствам к мистике каким-то запретом и конечно же в этот день может быть накалена обстановка поэтому для того чтобы устроить скандал достаточно всего лишь какого-то минимального повода но хорошее настроение людям поднимут легкий флирт и яркие вещи поэтому сегодня постарайтесь одеть именно что-то яркое и интригующее также позаботьтесь в этот день о надежной защите от сложных энергий этого дня поэтому было бы хорошо если сегодня 5 ноября вечером у вас в доме горел ярко свет и не было ни одного темного угла кроме электричества зажгите побольше свечей лучше если это будут церковные рекомендуется сжечь лампады а курить помещение обогульником в любом случае старайтесь именно темноты и темных помещений сегодня избегать также постарайтесь себя ограничить в еде и не надо гнать от себя назойливых нет но отправляете гонить от себя каких-то назойливых пустых людей которые особенно лезут вам в душу перед сном обязательно примите душ представляя себя как вода смывает с вас вот эту всю чуждую дурную негативную и темную энергетику и влияние на здоровье так как у нас с вами новолуние будет непростое поэтому постарайтесь провести очистку организма полезно если вы будете соблюдать пост практиковать посмирение и покаяние также старайтесь в этот день чтобы ваша еда состояла из выпеченных изделий например пироги и блины и прочим мучные изделия и будут очень здорово и хорошо если они будут выпечены именно в вашем доме также обращаем ваше внимание что 5 ноября один из самых неблагоприятных дней для работы вполне вероятно что любые дела сегодня пойдут на смарку не будут удачными и торговые сделки все слова решений и обещания будут сегодня пусты и обманчивы не тратьте силы и не спешите приступать к новым делам отложите пока их что же касательно стрижки то сегодняшний день благоприятен для обновления прически сделайте сегодня стрижку которая давно вам нравится и вы действительно останетесь довольны а вот остригая волосы 5 ноября вы сохраните больше энергии и впоследствии сохраненная энергия пойдет на оздоровление волос и кожи головы со стриженными волосами также уйдет все плохое из вашей жизни